Говорю, в смысле всё? Нас Кристина ебанула, тревожность! Ладно, всё, я не хочу вязать. Я хуярую, ты ебанутый! Так, мне кажется, хватит этого двухнедельного перерыва и... Не обращайте внимания на эту чёлку, это... Моя прическа пошла не по плану, и немного позже расскажу, что произошло, чтобы мои друзья мне не писали, нахуя я вообще, в принципе, отрезала эту чёлку. Мои друзья сегодня заставили меня почувствовать так, как будто у меня их нету. А я написала сегодня всем, кому только можно, согласился со мной пойти гулять только один человек, потому что у него не было планов на сегодня. А как вам такое дизайнерское решение? Это заряжать самокат прямо в комнате. Мне кажется, супер. Боже мой, не спрашивайте за прошлый кадр, но всё-таки я расскажу, что же произошло с моими волосами, и что это за чёлка, которая у меня как козырёк сейчас стоит. В общем-то, захотела постричь себе вулкат. Я сейчас вставлю фоточки, кто вдруг не знает, что это. И решила я, значит, попросить свою маму постричь меня, потому что мне надо было прямо вот срочно. Все знают вот этот прикол, что можно завязать хвостики и так его отрезать. Но, господи, кто так делает? Мне нужна профессиональная стрижка. Я же помню, что моя мама как-то в далёком, в году так 15-14, была парикмахером. Я такая говорю, «Стриди меня, пожалуйста». Она говорит, ну нет, давай я тебе дам денег, давай ты пойдёшь в парикмахерскую. Честно говоря, я жалею, что я не снимала, потому что у меня были слёзы и горе, и смеха, и всё сразу. Начинает она меня стричь, в общем-то, отделяет, всё идёт вообще супер. Стридлись мы по видосику с Ютуба. Вместо того, чтобы взять мою прядь как-то под наклоном, чтобы у меня здесь шёл переход, мама взяла её ровно. И она доходит до вот этой вот линии и говорит, «У меня уже всё». Говорю, в смысле всё? У меня тут должен был быть переход. И я понимаю, что всё. Мы запороли. И у меня появилась эта чёлка. У меня начинается просто истерика сильная. Я говорю, смеясь и плача в один момент, «Давай этот обрежем с тобой сейчас чёлку, пока это всё не ухудшилось». Она такая, ладно, да, я согласна с тобой. И ладно, если бы у меня была чёлка, вот обычная, которую можно было бы исправить в эти шторы, которые самые сейчас популярные. Нет. Она у меня вышла ровная. И мало того, что она ровная, она ещё огромная. Её прям очень много. То есть, чтобы она выглядела хорошо. И не просто какой-то занавеской или же какой-то чёлкой, я не знаю, из 2005. Мне приходится закалывать её вот так вот заколками. Вот. Поэтому теперь я думаю, что мне нужно будет как минимум месяца 4, чтобы у меня это всё отросло. честно говоря, я с этой чёлкой себе напоминаю какого-то мальчика. Я похожа на какого-то попугая. Сегодня у меня какие, собственно, планы? Пойти погулять, опять выкатать свой самокат, который наконец-то мне пришёл. Потому что, когда вот я выпускала последний видос, это было, наверное, может, недели две назад, я думала, он мне придёт в тот же день. Но, чтобы вы понимали, он пришёл ко мне буквально вот дня 3 назад. Так вот, вернёмся к планам. Очень была рада поехать куда-то на набережную или где-то посидеть в кафешке, потому что погода сегодня прям такая неплохая, в том плане, что нет солнца такого, 21 градус. Так пасмурно, и мне кажется, в принципе, это максимально комфортная погода. Сходя из того, что у нас она будет всю неделю не превышать 23 градуса. Я очень боюсь, чтобы не было градусов так 35, потому что я не вывожу эту погоду. Я всё ещё учусь в школе, и я пытаюсь, если честно, как-то слинять от неё, потому что в июле никто ничего не делает. Я узнала, что на следующей неделе они закрывают уже все свои оценки. То есть какой смысл туда ходить? Кто-то мне подскажет или нет. Если бы ещё были какие-то условия для того, чтобы нормально учиться, окей, без проблем. А так полная духота, все эти дети дышат, душно, открываешь окна, не помогают, открываешь двери, чтобы создать сквозняк, воздух горячий, здания нагреваются. Короче, мне бы так хотелось заняться Ютубом как основным хобби каким-то, но у меня просто нету на это сил никаких. В плане то, чтобы желание в прямом смысле какой-то энергии, сил, у меня нет идей. Возможно, это у меня какой-то период в жизни такой. Потому что, когда я начинала, я прям такая заряженная была вот просто всё у всех рвать и метать. Либо же я просто потеряла к этому такой сильный интерес. Пытаюсь вообще, в принципе, как-то ввести соцсети, а именно ТикТок, Ютуб. Мне кажется, что я опоздаю. Яна, я знаю, ты это будешь смотреть. Прости мне, пожалуйста, если я опоздала. Я уже выехала. Мастер. О, всё, нормально, топ-милос, поехала. Самокат на месте, Кристина на месте. Мы пришли в кафе, тут очень шумно. Мы с Кристиной заказали себе кофе. Прикол в том, что мы заказали плюс-минус одинаковое, но у меня типа с мороженым оно вышло 7 евро, у Кристины 4. Кристина о себе ничего не загадала. Я на воде. Я на письмо. Кристина. Я воде дымила. Я бы ничего себе не заказала там. Чисто на воде. Жесть. Уже 4 часа. Ладно. Ладно, хорошо, я поняла. Ну, Котя оказался вкусным, но нужно было размешать мороженое. Посидели, мы, короче, пообсуждали все темы. У нас Кристина ебанула тревожность. И мы решили пройтись. Мы ждем Яну в ДМе. Фу, ты что, куришь? Давай, Яна, залетай налево. О, нифига, там кто едет. Вот он, я. Я же говорю, там тряска. Яна, слабо ехать задом. Суперсъемка. Суперсъемка. Ладно, все, я не хочу вязать. У меня место дислокации. Мы сегодня так гуляли, на самом деле, у нас разговор за разговором. Да, душевные такие. Поэтому я как-то камеру даже особо не доставала. Но я пыталась, честно. Даже с тем, как я переживаю снимать себя, и я на камере абсолютно другой человек, и начинаю нервничать, и мне пока это все некомфортно, я все равно пыталась, правда. I try my best. Такой, батя, знаете, короче, снимает, набытинаторгеш, и половина кадра была с этой рукой. С телами, со своими, сижу. Все, бубки что-то устали, сидят, втыкают себя. Не снимай. Да. Помахай ручкой. Русские пешки. Русские пешки. Миниатюры, как нормальные люди держат пончика, как я. Я надеюсь на секунду. Давай под кирпичем второй раз. Потому что камера не передает то, как... Рик работает. Я хуярую, ты не панутый. Надеюсь, это не твой последний влог. Нет, ребята, все заебись. Поппер слепал. Поппер слепал. Все, сейчас пончили? Пончили? Поппер слепал. Вчера пошел спать в 6 утра. Мы не спали вообще. Мы вообще не спали. Спасибо. Нет, мы спали, пап, не спали. Ура. Вы вообще понимаете, а? Ебанит. Ребята, как вы считаете, это нормальное решение, что мы моем машину в дождь? Удали компромат, чтобы все было запечатлено. Блядь, масок! Смотри, бурак, химию надо вот так наносить. Отходи. Снизу, блядь, пошла, блядь. На, дергал, блядь, тебя заедали. Я не рада, бурак. Все, я все. Блядь, блядь. это звучка, которую заслужили, но я просто не могу ставить этот трек, поэтому прошу прощению. Да, там смотря как светло. Ты зажигалка, у меня это зажигалка, прости. Ты знаешь, что ты мне говоришь? Ну, так-так, напаливать. Привет, влог. Слишком как-то официально. Привет, влог. Привет, влог. Всем привет. Всем привет. Ты нарушила. А, блин, привет. Самокат включи. Это твоя? Скажи, что ты. Чё-то. Скажи, что ты. Чё-то. Не настолько, что ты. Скажи, что ты. Ничего-то. Скажи, что ты. Я не буду говорить. Скажи, что ты. Чё ты. Наши пенгусы едут сзади. Чё-то неправильно. Знаю, как лошара посреди горного пенга. И заряжай свою телефон. Тут я не лошара, и тут Янчик принесла уже мне стул. Прикол в том, что мы так и не поняли, где он нашел бесплатный интернет. Прикол в том, что мы так и не поняли, где он нашел бесплатный интернет. Нам подсказали только, что зарядку под столом. Но меня больше прикалывает то, что тут написано всё на русском. Господи, мы в Германии или в России? Где украинский? Я русский. Ян, скажи, как. Нет. Она оставляет вернуться. Она смотрит мои истории. Итак, чё-то ты, Эмильчик, заказал. О, ну можно поесть. Ты поделишься? Битты. Да. Нет. Кто по-русски? Моргерки не зажав. Как ваши дела? Супер. Я написал, давай заберём его, а он едет вовсюль в гондон. Супер. Шикарный. Супер. Шикарный. Надо домой, 10 часов. Я уже еду домой, я хочу себе освещение через фонарик моего самоката, моросить дождь. Я надеюсь, что я доеду. Идёт ливень. На самокате вообще под ливнем нельзя кататься. Мне ещё ехать, наверное, километра 3-4. Причём на улице, которая не освещается и, типа, всё моё освещение, это вот буквально вот фонарик. В этот момент я словила паранойю, мне было очень страшно ехать домой. У меня всё ещё освещение от фонарика. Это такой, извините за выражение, пиздец, сука, шоу был. У меня такая стрессовая дорога, потому что у меня велосипедная дорожка, она не освещается вообще никак. У меня с одной стороны поле, а с другой стороны лес, где водятся дикие животные. И моя мама, когда поздно ночью проезжает, она мне говорит, ой, сегодня оленя видела, ой, сегодня оленёнка видела. Я такая, класс. Ехала с таксистом, лесу увидела. Но я уже возле своего села, и поэтому я уже дома, считай. Да, капец, конечно. И вот так вот каждый раз выглядит моя комната после того, как я собираюсь гулять. Сейчас будет переход. Я не знаю, если честно, насколько нормальный переход получился, но в принципе разница заметна. Это кадр для всех тех, кто по какой-то причине до сих пор не видел меня с чёлкой. Но если честно, я не планирую по ней ходить, пока она не отрастёт, хотя бы вот так вот. Сегодня был такой насыщенный день, и я в какой-то степени даже не ожидала этого, потому что мы просто встретились с девочками, как я говорила. Мы просто так душевненько общались, но потом позвонил Эмиль и всё порешал. У меня глаза уже слепаются, я очень устала, и у меня такое шикарное настроение после сегодня. Что хотела, кстати, рассказать, забыла. Я когда ехала обратно, какой-то дебил мне уже прямо в моём населённом пункте, что, кстати, запрещено законом, по-моему, слепил своими передними фарами прямо в лицо. Он видит, что я еду и слепит мне. Господи, такие ребята. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до этого момента. Я вам очень благодарна. Поэтому мне спокойной ночи, а вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok